Впервые после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с Путиным. При встрече они поздравили друг друга с новыми сроками полномочий. Моди недавно стал главой правительства в третий раз. Путин вручил гостю орден Андрея Первозванного. К слову, эта высшая российская награда есть у Алиева, Назарбаева и Си Цзиньпина. Моди приехал в Москву, чтобы в первую очередь решить свои проблемы, говорят эксперты. Торговля, инвестиции, энергетика и военно-промышленный комплекс. Сотрудничество в этих сферах стало центральной темой переговоров. Индия хочет как-то решить вопрос с дисбалансом в торговых отношениях, потому что, да, товарооборот возрос, но за счет чего? За счет покупки российской нефти. А вот импортирует Россия гораздо больше всего с Китая, а не с Индией. И поэтому Индия хочет предложить в том числе за вот эти рупии, которые там накопились, поставлять больше своих товаров. Премьер-министр Индии попросил Путина вернуть незаконно завербованных в российскую армию индийских граждан. Ранее в Центральном бюро расследований Индии сообщили, что обнаружили сеть вербовщиков, которые зазывали молодых людей ехать в Федерацию, якобы для поступления в частные университеты. В России у них отбирали паспорта и отправляли на войну против Украины. По информации индийских СМИ, десятки граждан Индии все еще остаются в рядах российской армии. Однако после разговора Моди с Путиным, российские власти пообещали комиссовать их. Премьер-министр Моди, находящийся в Москве с двухдневным визитом, поднял этот вопрос на частном ужине, устроенном Путиным. Россия согласилась освободить всех индийцев, которые служат в ее армии, и содействовать их возвращению. Из публикации NDTV. В короткой, открытой для прессы части встречи с Путиным, премьер-министр Индии крайне осторожно высказался о войне России против Украины. Индия всегда призывала уважать устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия – это путь вперед. Нарендра Моди, премьер-министр Индии. Из публикации NDTV. Изначально пресс-служба Кремля сообщала, что двусторонние встречи продлятся два дня. Однако по неизвестным причинам переговоры в расширенном составе, которые должны были состояться во вторник, отменили. Перед отъездом из Москвы Нарендра Моди отреагировал на российский удар по крупнейшей детской больнице Киева. Когда идет война, сражение, каждый человек, который верит в человечество, испытывает боль при виде смерти, особенно когда убивают невинных детей. Вид умирающих детей разбивает сердце, и эта боль чрезвычайно ужасна. Среди бомб, оружия и пули решения и мирные переговоры не приносят успеха. Нам придется идти к миру только путем переговоров. На визит Моди в Москву отреагировали в Пентагоне. Представитель оборонного ведомства отметил, что Индия остается стратегическим партнером США, и Вашингтон надеется, что Нью-Дели сможет донести до Путина важность соблюдения устава ООН и принципов суверенитета и территориальной целостности. Не думаю, что кто-то удивится, если президент Путин попытается представить этот визит таким образом, чтобы показать, что он не изолирован от остального мира. Но дело в том, что развязанная Путиным война привела к изоляции России от остального мира, и это далось ему очень дорогой ценой. После полномасштабного вторжения России в Украину, Индия не присоединилась к западным ограничениям в отношении страны-агрессора. Напротив, воспользовалась ситуацией и по льготной цене импортировала рекордное количество российской нефти. Никита Скобликов для телеканала Freedom.